Одинокая стоящая церковь в чистом поле, уже вполне привычный для российской глубинки пейзаж. Село умерло, когда люди отсюда ушли в поисках лучшей жизни. Но храм остался. До революции в селе Щербеть, ныне Спасского района, проживало около полутора тысяч человек. Сейчас осталась только одна семья. Она и поддерживает жизнь в Щербете и в храме. Но такой судьбой Михайловской церкви не позавидуешь. В качестве овчарни или скотного двора этот православный храм использовался на протяжении не одного десятка лет. Как прямое доказательство того, вот этот толстый слой прессованного навоза. Скорее всего, толщина его где-то около полуметра. Как подтверждение этих слов, аэровидеосъемка 2016 года. На видео легко рассмотреть тропинки, протоптанные к храму домашними животными. А еще каких-то лет сто тому назад сюда на службу спешили верующие. Храм Михаила Тверского в селе Щербеть, еще раньше село называлось Михайловское, по имени небесного покровителя, был построен в середине 18 века на деньги односельчан и помещика Михаила Дмитриевича Малоствова. Представитель известного в Казанской губернии дворянского рода нашел вечный покой неподалеку от храма. Сейчас Михайловская церковь – памятник культурного наследия республиканского значения. Но несмотря на статус здания, местным жителям это не мешает использовать памятник истории по собственному усмотрению. Ну зашли туда. Что вы приставили к этой церкви? Столько лет здесь люди живут, все время скотина была к этой церкви. А мы что, к словам загоняем, что ли? Там ни дверей, ни окон нет. И действительно в храме нет ни окон, ни дверей, заходи кто хочет. А для удобства овец вход в храм регулярно очищают от навоза. Если этот храм является памятником культурного и исторического наследия республики Татарстан, значит его охраной должно заниматься государство. Но есть большие сомнения в том, что районные власти, а тем более местные власти, не знали о том, что здесь, в селе Щербеть, на протяжении не одного десятка лет происходит надругательство. Не только над святыней, но и над историей республики Татарстан. В селе Танкеевка, все того же Спасского района, полным ходом идет уборочная страда. Еще три дня тому назад, если верить публикациям в интернете, хлеб хранился в соседнем храме. В храме непростом памятники истории культуры Татарстана. Впрочем, сам хозяин этих земель, фермер Равель Бакиров, утверждает, что подамбар Троицкую церковь никогда не использовал, а только берег ее. Вот такой слой навоза был. Гнилого зерна здесь и там. Там тоже все битком было. Мы сделали субботник, мы все отсюда вычислили. Я хоть не набожный человек, но все равно я к этому отношусь как-то. Ну, конечно, это святыня же. Не просто так, это же не сарай. Троицкая церковь ему досталась наследство от совхоза Танкеевский 20 лет назад. В храме хранили удобрения, зерно, потом его пытались облюбовать свиньи местных жителей. Тогда Равель Бакиров на дверях храма повесил замки и поставил охрану. После публикации в интернете сюда с проверкой приехала районная прокуратура. Составила фермера навести порядок и повесила на дверях новые замки. 20 лет я ее охранял. Меня окрайним решили сделать. Теперь фермеру из Танкеевки грозит серьезный штраф за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Согласно статье административного кодекса штраф от 20 до 300 тысяч рублей. Наказание ждет и жителей села Щербеть, и администрацию двух сельсоветов, с чего безмолвного согласия храмы использовали в качестве скотного двора и амбара. И все же местный фермер немного лукавит. Зерно действительно хранилось в этом храме. И не 20-летней, и не 10-летней давности уж точно. Скорее всего, это зерно прошлогоднего урожая. Причем амбаром в Танкеевке служил уникальный храм. Самый большой в Спасском районе. Настоящая жемчужина, архитектура, пятиглавый, пятипрестольный храм Троицы живоначальный. Был построен в середине XIX века по проекту Константина Тона. Но почему в этом захолустье появился храм русского зодчего, известного своими творениями как храм Христа Спасителя и Большой Кремлевский дворец? Храм был построен графом Дмитрием Николаевичем Блудовым. Литератор и государственный деятель был министром внутренних дел, возглавлял Петербургскую академию наук. Земля Татарстанская для него была родной, Блудовые владели Танкеевкой. В конце XIX столетия храму пристроили колокольню. Автор проекта – епархиальный архитектор Федор Малиновский. Один из его известных проектов – храм иконы всех скорбящих радость на острове Град-Свияжске. Нужен ли селу храм, танкеевцы, кажется, еще не определились. Может быть и нужно. Но народу очень мало у нас здесь. В соседнем селе Полянки Покровскую церковь в 2002 году начал поднимать из руин батюшка Евгений. Берег Камы, на котором стоял храм, постепенно разрушался. Река грозила забрать себе церковь и часть территории Полянок. Более 60 миллионов рублей по федеральной программе пришлось вложить в укрепление берега. Так что местные жители говорят, что эта церковь фактически спасла село от разрушения. Сам храм восстанавливали всем миром почти 20 лет. Но первое, что предстояло выяснить батюшке, кому принадлежит святыня. Когда стал оформлять, там хозяина не могли найти. Оформили так, что колхоз, совхоз его там передал, якобы. Но он не тисался у них на балансе. Как говорит батюшка, на восстановление храма в Танкеевке нужно несколько десятков миллионов рублей. Посмотрите на эти своды, на эту уникальную лепнину. Храм в честь Казанской иконы Божьей Матери в селе Бураково еще одно уникальное здание. Его голубые своды коностас расписывали ученики русского художника Константина Брюлова. Сама церковь была построена по проекту его брата Александра. Сегодня храм запустений, таких на весь Спаский район пять. В селе Кузнечихо местные жители не ждут богатых меценатов, а сами шаг за шагом поднимают храм из руин. С 2005 года здесь регулярно проходят службы перед образами, которые удалось сохранить старожилам. У нас храм намолен. Это 240 лет, например. Люди сюда приходили, в локтях сюда. Раньше в Кузнечихо ничего не было, молились. Это столько здесь положительной такой энергии. Ниналья Садреева – научный сотрудник Болгарского заповедника, член небольшой команды энтузиастов, разеющих за спасение православных святынь Спасского района. По ее мнению, каждый храм – это не просто культовый объект. Это часть богатой истории Татарстана, и чтобы не потерять ее, порою не нужно прикладывать титанические усилия. Яркий пример тому – церковь в селе Гусихо с редким названием – храм Воскресения Христова в Юрусалиме. Энтузиасты вывезли из храма весь мусор, установили крест и повесили прочные замки на церковных дверях. До лучших времен.